На первый взгляд Кристина Кравчук – обычная девушка. Свои будни проводит в школе. Учит первоклашек писать и читать. Но на деле парашютистка может дать фору любому мужчине. Без страха запрыгивает в самолет, поднимается к облакам и отдается свободному падению. На аэродром спортсменку пять лет назад привел брат. С тех пор небо – ее дом. Мы все испытываем малейший страх. Адреналин, каждый прыжок – это новые эмоции. Конкретно сегодняшний прыжок каким был? Волнительным. Все прыжки волнительные. Именно соревнования – это вообще так жестко, волнительно, потому что делаешь на результат. Уже в пятый раз чемпионат Беларуси по парашютно-атлетическому многоборью собирает бесстрашных покорителей неба в Бобруйском аэроклубе. Среди участников 55 скайдайверов со всей страны. Для них это не только возможность продемонстрировать физическую форму, но и шанс попасть в национальную команду. Первое испытание – прыжки на точность приземления. Внутри анца два парашюта. Площадь основного – 24 квадрата. Запасной – меньше. Он подстраковка для безопасного приземления. Общий вес всей системы спортсменов – около 13 килограмм. Чемпионат поистине зрелищный, однако за красивой картинкой скрывается немалый труд. Психологическая проверка, знания теории, долгие тренировки и, конечно, внутренний стержень. Сделать шаг в бездну и отдаться воздушному потоку по силе далеко не каждому. Я до сих пор завидую людям, которые будут выполнять первый прыжок. Правила простые и для тренировок, и они еще очень сильно применимы для той функции, которую выполняет ДОСАФ, то есть подготовка до призывной молодежи для службы в вооруженных силах и в других силовых структурах. В программе также плавание и забег. Присоединиться к парашютному спорту могут и новички. Аэроклуб набирает ребят с 16 лет. Сначала изучение теории, затем практика. Обязательное условие – прохождение медкомиссии. Цена первых трех прыжков – 30 рублей каждый. Для тех, кто остается заниматься на профессиональной основе – занятия бесплатные. Есть люди, которые спортсмены, которые уже какое-то время занимаются в аэроклубе, они могут приобрести свой парашют. Он, опять же, должен стоять на учете в аэроклубе, проходить все необходимые контроли и допуски. Просто для желающих прыгнуть стоит 160 рублей. И в тандеме – 320. Парашютизм в Советском Союзе зародился в 1930-м. Солдаты покорили высоту в 12 тысяч метров всего за десятилетие. Освоили прыжки зимой, летом, днем и ночью на лес и воду. В Беларуси спорт развивался особенно широко в послевоенные годы для подготовки призывников. С тех пор главная задача осталась неизменной.